Пассивный залог Пассивный залог используется так же, как по-русски, когда у вас подлежащее предложение само по себе пассивно, оно ничего не делает, но с ним что-то происходит. Например, дома строятся или книги пишутся. В русском языке, если мы, например, в прошедшем времени будем говорить, то мы хорошо видим этот пассивный залог и фактически он устроен так же, как в английском, то есть с помощью вспомогательного глагола «быть» мы говорим «дом был построен» или «эта книга была написана» или «это дворец был отреставрирован» и так далее. То есть мы фактически используем тот же самый вспомогательный глагол с причастием, так же, как в английском языке. Пассивный залог бывает во всех временах, кроме perfect continuous. Perfect continuous не может быть пассивным, потому что там и так очень сложная формула образования, трехсловная, да, she has been writing, и сюда уже некуда впихнуть еще один вспомогательный глагол, чтобы сделать пассивный залог. Поэтому вместо perfect continuous всегда будет использоваться perfect простой, present perfect или past perfect или future perfect, пассивный, неконтинюсный. Давайте посмотрим эти формулы образования, как образуется этот пассивный залог в разных временах. Во времени simple у нас есть прошедшее, настоящее и будущее. Вот у нас формула образования для прошедшего времени. Это глагол «быть», как я и сказала, плюс третья форма глагола. Глагол «быть» является изменяемой частью в этой формуле, то есть он показывает время и число, а смысловой глагол всегда стоит в третьей форме, он является неизменяемой частью этой формулы. И вот здесь обратите внимание на формулу образования, потому что в русском языке для образования будущего мы в качестве вспомогательного глагола используем глагол «быть». Я буду делать, я буду ездить и так далее. В английском языке «will» это не глагол «быть», это отдельный глагол вспомогательный, который используется для образования будущего, поэтому сам глагол «быть» обязательно должен присутствовать. И здесь будет «will be written», «will» – показатель будущего, «be» – вспомогательный глагол пассивного залога в инфинитиве и третья форма глагола, как и требует пассивный залог. Пассивный залог во времени «continuous». В прошедшем времени это вспомогательный глагол «was», это вспомогательный глагол «continuous», потом вспомогательный глагол пассивного залога, он стоит в инговой форме, как того требует «continuous», «was being». И, как мы сказали, смысловой глагол является неизменяемой частью этой формулы, он всегда стоит в третьей форме. «was being written», когда это может использоваться, например, «when we moved to this house, a new metro station was being built», когда мы переехали в этот дом, новое метро, новая станция метро только строилась, то есть она в тот момент еще была недостроена, она строилась. В настоящем времени, извините, вспомогательный глагол меняется, это «is», «am» или «are», остальная часть формулы остается неизменяемой, «being written», например, «the new year tree in the hall of the school is being decorated right now». Ёлка в холле школы как раз сейчас украшается, наряжается. И, наконец, «будущий», «continuous», пассивный, как правило, неиспользуемый, в общем, во всех учебниках вы увидите эту форму перечеркнутой, потому что она действительно слишком сложная для того, чтобы ее использовать, но, тем не менее, гипотетически давайте посмотрим, как она строится. «will» – вспомогательный глагол будущего времени, «be» – вспомогательный глагол «continuous» в инфинитиве, «being» – вспомогательный глагол пассивного залога в инговой форме, этого требует «continuous», и, наконец, «written» – смысловой глагол в третьей форме, как обычно, неизменяемая часть. «Next month, the road next to our house will be being repaired» – в следующем месяце дорога рядом с нашим домом будет ремонтироваться. Гипотетически это возможно, но практически, по сути, это время не используется. И, наконец, «perfect» – пассивный. Давайте посмотрим формулу. В прошедшем времени это «had» – вспомогательный глагол «perfect», «been» – глагол «быть» – вспомогательный глагол пассивного залога, и он стоит в третьей форме, потому что этого требует «perfect», и «written» – неизменяемая часть смыслового глагола. Когда мы переехали в этот дом, новая станция метро уже была построена. По смыслу все эти времена используются как обычно, так же как активные времена, и здесь никакой разницы нет. В настоящем времени формула, естественно, включает в себя вспомогательные глаголы «в настоящем времени» – «has» или «have», остальная часть неизменяемая – «been written». Например, «the new year tree in the hall of the school has already been decorated». Ёлка в холле нашей школы уже украшена, уже наряжена. И, наконец, «future perfect» – пассивный. Тоже довольно сложная формула образования, но, тем не менее, этот вариант используется в разговорной речи, в книжной речи. Это можно довольно часто встретить. Формула «will» – показатель будущего времени. «have» – вспомогательный глагол «perfect», «been» – вспомогательный глагол пассивного залога. Стоит в третьей форме, потому что этого требует «perfect». И «written» – неизменяемая форма смыслового глагола, как обычно. К концу этого года дорога рядом с нашим домом уже будет отремонтирована. Еще раз про формулы образования. Давайте посмотрим, как устроены формулы образования, потому что они сложные, и я предлагаю не учить их, потому что учить – это вы всегда будете путаться, они всегда у вас будут смешиваться. Их нужно уметь выводить. Здесь нужно просто понимать логику того, как устроена эта формула. Посмотрите, логика такая. У нас есть вспомогательный глагол пассивного залога, и бывают еще вспомогательные глаголы у времен. У «continuous» – это глагол «быть», «to be», да? У «perfect» – это глагол «to have». Давайте посмотрим. Вот у «continuous» первое слово «was» – это вспомогательный глагол «continuous». И он показывает время и число. Второй глагол «быть» – это вспомогательный глагол пассивного залога, и он стоит в той форме, которая требует «continuous», то есть вынговый. «Wars being». И третий смысловой глагол, он всегда стоит в третьей форме. Соответственно, если у вас прошедший или настоящий, извините, «continuous», то есть вы меняете первый глагол, вспомогательный на «is», «am» или «are», все остальное остается неизменным. И в будущем, мы уже сказали, эта форма не используется, но будет «will be» и «being» плюс третья форма. Что касается образования пассивного залога от «perfect». Первый вспомогательный глагол, как мы уже сказали, это глагол вспомогательный от времени, то есть от «perfectов». В прошедшем времени это «had». В настоящем времени это будет «has» или «have». Дальше у нас стоит вспомогательный глагол пассивного залога, и он стоит в форме, которая требует «perfect», то есть в третьей «been», «had been». И, наконец, смысловой глагол всегда неизменно стоит в третьей форме. Иными словами, научитесь выводить эту формулу. Помните последовательность вспомогательных глаголов. Первым всегда стоит вспомогательный глагол «времени», вторым стоит вспомогательный глагол «быть» – это вспомогательный глагол «пассивности», и третий стоит смысловой глагол в третьей форме. Вспомогательный глагол «пассивности» «be» стоит в той форме, которая требует «время», То есть в continuous это инговая форма, в perfect это третья форма. А в simple у нас нет никакого другого вспомогательного глагола, поэтому вспомогательный глагол пассивного залога всегда будет первым. Was – done, will be – done или is – am – done. Ну и еще один момент – это пассивный залог с фразовыми глаголами. Что такое фразовые глаголы? Фразовые глаголы – это глаголы, которые мы все не любим, потому что они создают для нас дополнительные сложности, нам надо дополнительно их запоминать. Это глаголы, которые сами по себе значат одно, а когда они сопровождаются какими-то предлогами, они означают совсем другое. Ну, например, look – означает смотреть, а look for – искать. И вот у нас бывают такие ситуации, это активное предложение, да? I'm looking for you – я тебя ищу. Здесь предлог стоит перед местоимением. Предлоги у нас вообще стоят, как правило, перед местоимением или перед существительным. Это такое нормальное, типичное состояние для предлога, положение для предлога. Но если мы сделаем из этого предложения пассивный вариант, то у нас вот это местоимение you станет подлежащим. Посмотрите. The home you are be looked for – иди домой, тебя ищут. И тогда вот этот предлог for, он как бы повисает в воздухе. Он остается как бы ни перед чем. На самом деле он относится все к тому же местоимению you, просто получается такая рамочная конструкция. You идет на место подлежащего, а for остается на последнем месте. Но нужно помнить, что если вы забыли про предлог, то у вас глагол меняет значение, потому что это фразовый глагол, и он зависит от предлога. Вне предлога он означает совсем что-то другое. Или, например, look at – это смотреть надо. They speak about this problem a lot. Они много говорят об этой проблеме. Опять же, about – это предлог, он стоит перед существительным, это нормально. Но если мы делаем из этого предложения пассивный вариант, this problem is spoken about a lot, то опять же мы видим, что предлог, он остается как бы сам по себе, без существительного. На самом деле его существительное все тоже this problem, просто это сочетание, это существительное становится в пассивном варианте подлежащим. Вот не забываем про предлоги во фразовых глаголах в пассивном залоге. И еще один момент, последний. Это пассивный залог с глаголами, которые управляют дательным и винительным падежами. Что это за глаголы? Это глаголы типа give, share, send, pass и другие, которые управляют дательным и винительным падежом. То есть дать что-то или подарить что-то кому-то, показать что-то кому-то, отправить что-то кому-то, передать что-то кому-то. То есть два таких есть прямых дополнений у этих глаголов. Соответственно, от этих прямых дополнений можно сделать два варианта пассивного залога. Посмотрите. They sent me this letter a week ago. Они отправили мне это письмо неделю назад. Это активное предложение. И мы можем сделать подлежащим из этого предложения два дополнения. This letter и me. То есть мне отправили письмо неделю назад, и письмо было мне отправлено неделю назад. И здесь сложность в переводе. I was sent this letter a week ago. В русском языке у нас дательный падеж. Мы говорим мне отправили письмо. А в английском языке у нас падеж именительный. I was sent this letter. Но перевод мне отправили письмо. Со вторым вариантом перевода здесь сложности нет. Это одинаково по-русски и по-английски. This letter was sent to me a week ago. Это письмо было мне отправлено неделю назад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok